Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Tower Conquest и забегаем сразу же в тренировку для того, чтобы забрать наших бойцов. Естественно, все прокачались, помаленечку, полигончику, но тем не менее мы с вами идем к тому, чтобы рано или поздно их всех прапать на максимальный ранг. Так, давай забежим сразу в магазин и посмотрим. Нам бесплатно дают здесь банши. Так, жнец мне не нужен, хотя нужен, но брать я его не буду. Кстати, смотрите, самое интересное, что скорее всего мы с вами получим 95 уровень именно сегодня. Так, забегаем на арену, и мне дают просто 5000 монет. Хорошо, но следующего противника я вряд ли смогу, ребят, победить. Хотя 94 уровень, но знаете, в чем проблема вся? В том, сколько бы я с ними тут не дрался, не воевал, ребят, я не получаю нормальный ранг себе. Да, и, соответственно, денег мне тоже, или призы, сундучки, мне их не видать. Кого тут можно взять, а? Давайте, наверное, возьмем свой имбовый отряд и попробуем нащеголять, как говорится, нашему противнику по полной программе. Ну-ка. Давайте копить, естественно, энергию, манну нашу. И посмотрим. Там у него, кстати, очень такая специфическая команда. Толкатель, лучник, еще там кто-то. Ну, я думаю, что мы все-таки здесь сможем противостоять. Опа, Джаггернаут. Ну-ка, давай-ка, 94 уровня. Это довольно сильный противник, ребята. Кто там еще вышел? Ага, лучница. Угу. Хорошо. Давай попробуем, ребят. Ну, в зомби. Угу, взорвался. Лучница, как вы поняли, ребят, сейчас в данный момент погибла только лишь через отражение. Давай-давай, сердечко-сердечко, хоть кого-нибудь. Давай толкателя. Хе-хе-хе-хе-хе. Давай, бомби свою базу, олух. Давай, бомби. Че-то как-то ты быстро очень отдуплился. Так, ну что, ребята. Мы здесь, естественно, забомбим. Но посмотрим, какое мне дадут место. Как всегда, наверное, пятое или седьмое. Девятое, ребят. Девятое место мне всего лишь дали. Не знаю, каким здесь образом вообще можно в топчик выбраться. Я, ребята, и долго пробовал играть, и быстро, и все равно мне дают какие-то места никудышные. Значит, будем ждать с вами конца месяца, чтобы у нас все это обнулилось, и мы с вами нормально могли зарабатывать. Так, в ежедневном испытании мы увидим, что нам дают баллисту на розыгрыш. Но я, пожалуй, ребята, сыграю... Так, подожди, кого мне дадут? Если мне дадут всех, то мы с вами по фасту быстренько это пройдем. Так, хорошо, давай тогда выберем Ронина здесь возьмем. Мы с вами возьмем мага-рыцаря. Тоже я возьму сюда баллисту. И последнего, кого мы с вами здесь возьмем, это, наверное, скорее всего, будет грифа, да? Грифу взять, наверное, надо будет, потому что... Да не жрицу, а грифу. Давай попробуем, ребят. У меня, конечно, здесь будет очень сильно напрягать вражеский грифон, если честно. Потому что, ну, почему-то он всегда сильнее моих грифонов. Какая-то статистика просто дурацкая. Ладно, давай попробуем. Сейчас, наверное, мы начнем с мага-рыцаря. Да, скорее всего, нам придется именно с него начинать, потому что фехтовальщик на нас прет. Ага, а прикрывать все это дело, конечно, мы будем с вами через баллисту. А баллиста нам здесь нужен для чего? Для того, чтобы он мог подбивать издалека всех подряд. Три стрелы, как говорится, три противника будут, соответственно, попадать. Ну-ка, ать. Вот так, ребята, грифон и лопухнулся вражеский. Мы хотели по фасту пройти, так что давайте по фасту делать, а не рассусоливать здесь, да? Ну все, ребята, победа первая за нами. Соответственно, мы получаем с вами сундучок. Получаем с вами баллисту, который у нас прокачан по полной программе. Кстати, а может быть не надо этого делать нам, а? А знаете, почему не надо делать? Мы же с вами получим следующий уровень, да? И у нас вся наша энергия восстановится. Поэтому давайте-ка мы лучше делать по-другому. Мы будем играть в основную сюжетку, тем более у нас здесь две полянки осталось. И, надеюсь, мы с вами пройдем. Как раз заработаем уровень, у нас энергия вся восстановится. И в следующем портале тоже повеселимся с вами. Так, значит, здесь у нас идет голем и чумная летучая мышь. Против них, я думаю, вот этот отряд очень даже хорошо зайдет со жнецом. Слушайте, несмотря на то, что жнец у нас по хп-шкам ватный, я вот смотрел и играл когда. Он все-таки, ребята, берет своим преимуществом за счет сбора нежити. Тем более нежить у него, в отличие от ведьмы, сами... Оу, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, погоди-погоди-погоди. Зачем? Вот зачем я вот это... Вот зачем я сейчас это сделал, ребята? Доядрить тебя на корень. Надо было вот так вот сфейлиться-то. Ой, е-мое. Я совсем, совсем, ребят, заговорился и забыл, конечно же, что у нас тут чумная мышь есть. Противная чумная мышь, которая будет нас досаждать. Хорошо, давай быстренько с вами пройдем этот этап, а мы его обязательно пройдем, а потом уже переиграем. Такой расклад меня не устраивает. Я еще раз говорю, будем надеяться на то, что, ребята, мы с вами здесь получим левел-ап, и вся энергия у нас с вами восстановится. Так, ну, бомбическая сила, давай, бомби, бомби. Нам, кстати, нужно очень много денег для того, чтобы спрапать своих следующих персонажей. Вот что еще не стоит забывать. Нет, мне не нужен никакой следующий уровень. Дайте мне сюда и поехали, ребята. Так, чумная летучая мышь, она, в принципе, где-то по энергии, так же, как и мой мак-рыцарь. Поэтому я должен успеть призвать свою барышню. Давай. А барышня, естественно, ребята, с чумной мышью просто вот так вот, на один щелчок разбирается. Ну, давай, вылетай, вылетай, корявая. Сейчас ты у меня получишь. Сейчас ты получишь. Смотри. Хопа. И нету никакой чумной мыши здесь. Единственное, конечно, мы немножко с вами на кислоте постояли, но ничего страшного. Так, а зомби, зачем мне, ребята, в этой команде зомби взрывной? Я вот сейчас только думаю и не понимаю, для чего он мне здесь нужен. В принципе, вообще не нужен. Голем, куда собрался? А? Куда ты собрался? Я вообще не понимаю. О чем ты думаешь? О чем он может думать, ребята? Вообще ни о чем. Он же голем. У него в башке шурупы какие-то и болты. Естественно, он ничего не соображает. Так, давай сюда вызовем зомби вот этого взрывного. А этот отхиливается, а? Ну, все, ему хана, ребят. Взрываем его. Бам! И вместе с чумной мышью его зацепили. Так, во, Ронин, молодец, красава. Великолепно выжил. Так, исходненько. Так, и все, ребята, разбираем замок. Ничего уже тут не поможет ему. Давай, бомбим. Да. Нормуль. Так, ну что же. Мы с вами продвигаемся на вторую, ребята, ступень. Так, и здесь у нас привидение. Да? Вот так вот. Призрак. Замка Морисвиль. Ладно, поехали. Какая разница? Сейчас это... У этого отряда, даже если мы с вами, ребят, всю энергию потратим, да? Буквально на прохождение вот этого вот этапа. Ой, елки-палки, аж призрак. Я думал, уже вышла какая-то чумнуха, но нет, это обычный самый призрак. А вот и голем побежал. Побежал, родной. Побежал. Так, призрак. Давайте вот так вот сделаем с вами. И, наверное, Ронина, да? Ну-ка. Давай, Ронин, молодец, жги. Отлично. Так, выпускаем, ребят, чумную летучую мышь, потому что она не восприимчива к этому призраку. Ей по барабану. Хе-хе-хе, вылетела. Попала под удар. Ну и что же. Да, я думаю, сейчас мы быстренько... Нет, голем вышел. Я уже думал, сейчас мы быстренько разберем. Не тут-то было, к сожалению. Давай вторую чумную мышь с вами призовем, и все будет у нас на мази. Так, минус. И давай вызовем. Ого, привидение сколько отнимает, ребята. Смотрите. Буквально. Ага, а вы видели, что только что привидение от взрыва моего зомби отняло здоровье? То есть привидение это можно уничтожить, получается? Ага, будем это знать. Так, а вот здесь уже, ребята, дела похуже, потому что здесь служитель тьмы появился, да? Который у нас любитель перекачивать энергию, нашу, наших бойцов энергию, своих бойцов. То есть это такой хиллер довольно, я считаю, мощным. Он как и хиллер, как боец довольно пригодный для любой, ребят, команды. Но он у меня не прокачанный, хотя можно будет, в принципе, ребята, его прокачать. Да что ты будешь делать? Опять, ребята, сейчас стопудово за големом пойдет служитель тьмы. Нет? Не пойдет? Странно. Я бы, например, так бы сделал бы, но он почему-то не хочет. Не забываем, что, опять же, у него здесь есть чумная мышь летучая, которая тоже будет тут нам доставлять некоторые неудобства. Упс. Пардончи. Ну, получилось так. Что я могу сделать? Ха-ха-ха. Злоразный смех. Иди-ка ты в лесом. Так, а вот, ребята, и чумная мышь. Бум, мы ее взорвали. Вот карточки на мышку нам обязательно нужны, потому что мы ее будем прокачивать. До фулочки. В обязательном порядке. Классно. Вот чем мне нравится вот взрывной зомби, он может подойти, бумкнуть, и довольно не кисло. Услышат все вокруг, какой был замечательный взрыв. Так, здесь у нас, значит, некра. Мы все прекрасно знаем, кто такая некра. Какие она делает неприятные вещи с помощью своих колобков. Да-да-да, она может выпустить его, и все. Ну, они сами по себе ватники. То есть чумная летучая мышь сможет с ними, в принципе, легко справиться, не причиняя вообще для себя никакого вреда. Вот она, ребята, вот она некра. Поэтому давайте выпускать, наверное, сюда все-таки чумную мышь первую. Так, я поп... Опа! А вот здесь меня подкололи. Давай тогда вот так сделаем. Ой-ой-ой-ой, а успеет ли? Успеет ли у меня? Вот так сделаем, ребята. Ну их нафиг, да? Не будем здесь искушать судьбу. Так. Через отражение, конечно же, все идет, ребята. А интересно, если, например, у моей мага-война будет стоять отражение, да, предположим, сможет ли привидение погибнуть от него? Как вы думаете? Вот для меня вот такой вопрос очень интересен, кстати. Так, что тут? Кто? Он сам себя захиливает, я понял. Он сам себя, ребята, захиливает. На, получи. И пошла ульта у нас. Минус, минус. Отлично, некра подбили. Но там еще, ребята, идет, да? Еще идет армия. Армия засранцев. Так, некра подбили. У нас минута на все про все. Да я думаю, что мы справимся здесь с вами. Мы должны... Да, ёпас это, ну как так-то? Ну, да ну, хорош. Нет, ребята, не получилось у нас, к сожалению, справиться здесь. Минута у нас всего лишь времени в запасе. Мощь империи, квест завершен. Отлично, вот сейчас было хорошо сделано. Так, ульта, ребят, пошла. Ульта пошла. Бам-бим, бам-бим, бам-бим. Голема не добили маленечко. Ну, не успели. Слушай, довольно сильный противник. Смотрите-ка, ребята, у нас 40 секунд. Блин. На все дела. Как мы нам тут провернуть-то это дело все по-берненькому, а? Да чтоб тебя, ты посмотри. 30 секунд, ребят. Ну, это... Это облом для меня, на самом деле. Вообще как-то неказисто мы идем. Фейл, да? Это, ребята, чистой воды фейл у нас получается. Хм. Печалька какая-то просто-напросто. Зачем я сюда вызываю, ребята, зомби вот этого вот взрывного, если тут летает чертово привидение, которое нас уничтожает просто-напросто с двух заходок. Зачем я это делаю? Не понимаю. Ну, накажешь? Наказала. Молодец. Все, фейл, ребята, по времени. Давайте ускоряться, потому что, ну, переиграть в любом случае нам придется. Да идите вы все лесом, а? Идите вы все лесом, пожалуйста. Хитро, конечно, тут придумано все это дело. Я думал, что у нас будет все намного быстрее и лучше, если честно. И вы посмотрите, как в конце мы с вами идеально прошли, да? Как вот только у нас... Е! Е, ребята, 95 уровень мы с вами получаем. 142 тысячи монет. Круто. Давайте тогда улучшать свою команду. Ну, честно говоря, я думал, что мы с вами побольше поиграем. Подольше, чтобы, ну, было больше кому восстановить энергию. Ну, раз так вышло, давайте, ребята, апаться. Будем апать по полной программе, естественно. Зомби! Ну, ладно, фиг не попал. Под раздачу так уж попал. И все, ребята, смотрите, как у нас улетают моментально деньги. Квест завершен. Лорд ужаса. Так, давай заберем. Лорд ужаса, да? Так, денег еще 81 тысяча, наверное. Давай этот отряд. Улучшим с вами. Так, баллиста. Голем. Голема я, наверное, ребята, уберу отсюда, мне кажется. Так, и... Ага. Даже не хватает мне прапать замок. Ладно, тогда давай здесь мы улучшим с вами щитобота. И все. И все. Больше не хватает ни на что. Ладно, ребята, я не отчаиваюсь, я не грущу. 95 уровень, соответственно, мои юниты стали покрепче. Ай! Надо было зомби убрать отсюда. Надо было отсюда просто убрать нам зомби. Так. Ну что, попробуем, ребята, накопить с вами по максималочке энергию. И я думаю, что здесь, если мы вызовем с вами ведьму, она тут дает такого шорка. Всем просто люлей пораздает. Ну, так, отлично. Выходит у нас некра. Привидение. Ладно, она идет медленно, ребята, так что мы с вами вполне успеем вызвать ведьму нашу. Чумная мышь тут подтягивается. Это тоже для нас не беда, ничего страшного здесь нету. Так, ульту мы сейчас применим с вами. Ооо, вообще козырно, ребята. Вообще козырно. Просто идеально получается у нас все. Так, Ронин, Ронин, как обычно, без раскачки вышел. Опять, зачем я зомби-то все время вызываю этого? Да елки-палки. Уже сколько раз говорил, не надо вызывать. И все равно вызываю. Так, что тут происходит? Я не могу понять. Что за дела-то? Так, некра за нас, да, якобы сейчас. Ну, была, по крайней мере. Секунду назад. Ну что? По-моему, сейчас, ребята, разберем тут все. Ну? Нет? Не выходит? Не выходит, ребята, почему-то у нас тут. Так, армия зомби пошла. Минус. И все, ребята, разбомбим сейчас мы ему замок в хлам. Давай, ребятулечки. Да некра тут вообще не нужна нам. Отличненько. Великолепно. Ну что же. Заключительный этап у нас занежить. И здесь у нас дед. Старый дед Колотун. Хм. Старый дед Колотун, конечно, все хорошо. Но я думаю, что мы возьмем вот этот с вами отряд. Да, я думаю, что будем жнецом. Слушай, если он колотушкой своей по жнецу звездонет, я думаю, он с двух ударов у меня и рассыпется. Единственная вся надежда, ребята, на армию, которую он сможет наплодить. Опять же, дед Колотун звездонет, и эта армия вся поляжет. Палочка о двух концах, как говорится. Либо-либо. Выходит у нас, ребята... Оу, щет. Ну, баллиста, я надеюсь, ты успеешь появиться. Успей появиться, говорю. Так, и, конечно, хотелось бы Джаггернаута. Джаггернаута, говорю. Отлично. Мы, ребята, успели с вами все-таки. Но баллисту мою разобрали, как мы видим. Да что такой крепкий? Ты посмотри, какой он крепкий, а? Ух, ну-ка. Давай, Грифа. Покажи-ка свою мощь и ярость. Звездного Феникса. Так, и баллисту, потому что я смотрю, там некра подтягивается. Она мне не нужна здесь. Так, надо, ребята, плодить уже все-таки жнеца. Надо жнеца вызывать. Так, жнец у меня вышел. Да иди ты отсюда со своими вот этими всякими ерундовинами. Ну, естественно, ребята, он призывает деда. Вот сейчас мы посмотрим, кто кого. Бумс. Ты понял? Ты понял, что он творит? И все, ребята, и жнец мой отдуплился. Обалдеть. Так, а кто? А-а-а! Ё-моё, ты посмотри. Служитель тьмы. Хиляет. А если мы вот так вот заморозим? Ведь есть же шанс, ребят? Шанс всегда есть. Ха-ха-ха-ха. Воу. Нам просто, ребята, крупно сейчас повезло. На самом деле. Это без шуток, я вам говорю. Это на полном серьезе. Так, баллисты. Пошли вперед. В атаку. Всех кромсаем здесь. Грифон второй у меня подтягивается. Так, баллисты, вы давайте вот чумную бомбите, пожалуйста. Вот, по чумной давайте бомбите. Отлично. Все хорошо получается. Нет, этот жрец, служитель тьмы, конечно, пытается там захилять все это дело. Но у него ничего, ребят, не получается. У нас 26 секунд. Об этом не стоит забывать. Нужно поднапречься. Во что бы то ни стало. И колбасим уже, ребят, с вами замок. 18 секунд. Я думаю, что все-таки мы здесь выиграем. Да? Без прохождения. Все. Отлично, ребят. Что и требовалось, как говорится, доказать. Забираем сундук у нежити и смотрим, что нам здесь выпадет. Ну зачем? Ну зачем мне вот этот вот зомби? Он мне не нужен на самом деле. Ах, ладно. Ну что же. Последняя, ребята, у нас тут карта. Это у нас фабрика роботов. И я, наверное, думаю, что... Так, щитобот, значит, и БФГ. Хм. Поехали вот этим отрядом с друидкой. Будем с вами здесь разруливать ситуацию эту всю. Так, подожди. У него кто? А, у него щитобот. Да, значит. Это значит, нам нужно, ребята, вызвать здесь, скорее всего, паладина. Успеем? Нет? Как думаете? Я попробую... Ой, еще и БФГ. Я забыл, ребят, совсем про БФГ. Хорошо, давай тогда мы здесь, наверное, попробуем молотильщика, да. Молотильщик-то здесь... Оу, отлично сработано было, ребят. За счет молотильщика очень даже неплохо мы сейчас сыграли. Естественно, призываем всадника на журавле. Давай еще, наверное, призываем молотильщика. А вот так вот сделаем. Да, лучше через ульту сыграть. Ну, что я могу сказать? Очень даже неплохо. Я, честно говоря, думал, что они быстрее меня здесь одолеют. Но нет, не тут-то было. Так, пробиваем, пробиваем. Минус. Так, этот щитобот тоже минусуем. Он еще одного вызвал, да? Давай тогда всадника на журавле еще одного призовем сюда, на помощь к нам. И молотильщика. Отлично, ребят, смотрите, все. Разбор полетов пошел, как говорится, и база у него уже все, врухнула. Я еще и ульту успел применить. Отлично. Но вы не забывайте, ребят, что там бойцы у меня еще не все проапаны. Вот, вот здесь будет, конечно, немножко туго. Здесь сотового уровня молотильщик, поэтому нам надо переключаться именно на этот отряд. Который будет здесь, наверное, справляться. Хотя не факт. У меня Ронин сильнее, чем у него молотильщики или нет? Как вы думаете? Давай проверим. Успеем ли мы проверить? Проверим, давай, говорю. Ну-ка. Сильнее. И это меня радует. И это меня очень даже радует. Великолепно. Ну, бомбани. Не бомбанул, не получилось. Так, ждем, ребята, ульту нашу. Незабвенную. Так, а если мы вот так сделаем с вами, а? Ну, взорви их там всех. Ульта пошла, ребята. Нормуль. Нормуль приголубили мы их так. Хоба на минус. Так, Ронин молодец на высоте. И давайте уже... И давайте уже, наверное, попробуем призвать... Ох, это было жестко. Это было нечестно, несправедливо. Давай, давай. Бомбани, бомбани. Да куда же ты отскочил-то, Олух? Чертова, ребята, БФГ. Да, она такая вот, противная, понимаете? Она против... На-ка, ульта. Ускорение. То, что нужно. Все, ребят, мы его прижали. Сейчас пару ударов, и... Базенка, наверное, разлетится. Ну, Е. Слушай, классно идем. Мне нравится. Я люблю, когда вот так вот ненапряжненько все легко и просто. Так, ну, а здесь... Ну, что это, ребят? Ну, о чем тут можно говорить? Тут всего лишь прибавляется бомбер, который, ну, вообще ни о чем. Поехали. Будем вот этим отрядом с нашим жнецом проходить. Кстати, ребята, скоро созреет еще один дополнительный отряд. Четвертый. Потому что он уже практически готов. Надо немножко там сделать каркировку, и все у нас будет четко. Тогда у нас будет серия еще немножко длиннее. Потому что у нас будет не три отряда, а четыре. Это уже круто. Согласитесь. Так, ну что, выходит, ребята, щитобот. Щитобот. Прикрывается он, естественно, ребята, бомбером. Но мы сейчас будем с вами немножко по-другому делать. Вот. Таким вот образом я хотел. Посмотрим. Минус. Так, БФГ... Ах ты, БФГ, хитрожопая. Но не убежала, ребята. Нифига у него размах косы получается. У жнеца, я имею в виду. Очень крутой размах косы. Раз он мог его достать, дотянуться до него. Бомбер вообще суда расносит. Слушай, по дамагу он просто божественный жнец. По хп, конечно, слаб. Но по дамагу он, да. Он что-то может, ребята, из себя представлять. Так, ураганчик. Ураганчик, ребята. Бомбим там всех. И... Да ох ты, и замороз. И ускорение тут еще. Хе-хе-хе-хей. Шикарно. Вообще ничего, ребята, не даем им сделать. Прикинь. Просто лупим и все. Они вон там стоят, зажатые все. И причем мы бомбили почему-то именно базу. А не щитоботцев, которые там стояли. Ха. Ну, что же, ребята. Так, хилбот, да? Хилбот хитрожопая. Это будет у нас что? Это будет большая неприятность. Но здесь еще молотильщик. Молотильщик мне не нужен здесь, на самом деле. Потому что он будет выпускать свою пилу. И, соответственно, бомбить всех. А же нет у нас ватники в этом плане. Поэтому я думаю, что здесь пойдет друидка у нас в бой. Вызовем ли мы ее? Успеем ли? Кстати, здесь у нас еще и босс будет, да? Ладно. Посмотрим, кто кого. Так, щитобот вышел. Довольно быстро он выходит. Так, и молотильщик, да, следом? Давай, паладиныч, выходи, пожалуйста. Ты мне здесь нужен. Так, с удара. Да, ребят, с удара достаточно ему, чтобы завалить молотильщика. А вон и хилбот идет. Да-да-да, именно так он собирался делать, но не судьба ему. Я думаю, думать я ему так все это позволю легко и сделать. Нет, конечно же. Так, ну, вот, вот о чем я вам, ребята, говорил. Сейчас будет друидка здесь разруливать всю ситуацию. Надеюсь, будет разруливать. Так, мы захил делаем. Так, всадник нужен. Блин, ты посмотри, ребят, тут довольно такое плотное у нас скопление юнитов. Карточки, конечно, выпадают, но немножко не на тех персонажей, которые мне нужны. Так, давай-ка вот этот вот приворот сделаем и все пошли туда. Видели, да? БФГшка своих же бомбила. Отлично. Все, что нужно, ребята, у нас получилось. Так, время не минута, но они плотничком идут. Посмотрите. Ускорение. Ускорение это то, что нужно для нас на самом деле, ребят. И он там пытается, пытается хилбот выхилить. Ничего у него не получается. Ну, а мы уже все, ребят, сейчас будем бомбить базу. Так, у нас 50 секунд. Давай будем попробовать разбомбашить его. По-моему, ребята, здесь это был не последний уровень, да? Я так понимаю. Это был чуть ли не один из первых. Ёпки-палки. Вот, последний уровень. И смотрим, ребята. Ядербот всего лишь тут у нас прибавляется. Ядербот, естественно, наверное, нам надо вот этот вот отряд брать. Давайте уберем отсюда зомби. Он здесь вот, если честно, вообще ни к селу, ни к городу, да? Что он тут нам поможет? Да ничего, будет подходить, просто взрываться. Нет, мне такой расклад не устраивается. Поэтому давайте, ребята, его вычеркнем из нашего списка гостей. И поставим, пожалуй-ка, сюда. Может быть, тоже БФГ взять, а давно мы с ней не играли. Или же... Так, кто у нас тут есть? Кстати, вот Служителя Тьмы, кстати, можно будет прокачать довольно неплохо, да? БФГ. Ладно, блин, БФГ. Хорошо, я беру, ребята, БФГшку. В этот отряд я его прапаю. Вот так вот, до 95 уровня. Подожди, вот здесь мы можем, кстати, тоже немножко прапаться. Так, максималочка. И давай, наверное, молотильчика. Давай молотильчика прапаем. Ну что, ребят? Погоди, не этот отряд. Вот этот мне нужен. Поехали, ребята. Ядербот здесь собственной персоны. Взрывает базу с одного взрыва. Поэтому мы не должны позволить ему этого сделать. Чтобы он подошел, по крайней мере, к нашей базе. И начал там что-то расстраивать свои козни. Так, 300 энергии, да? 400. Может быть, мы успеем с вами даже ведьму призвать. Да, конечно, успеем мы призвать ведьму. Глубежки раскатили. Но все равно, ребята, не стоит печалиться. Будем с вами копить. Естественно, захил мощнейший идет. Ну, упал. Отлично, великолепно. И все, ребята. И теперь я уже буду призывать действительно... Ульту вначале применим. Вот так вот. Хоп, хоп, хоп. Отлично. И пошла у нас, ребята, ведьма. Ведьма на выход, как говорится. Будем надеяться, что мы успеем до призыва ядер-бота. Скорее всего, да. Даже если он выйдет, ребята, все равно мы раскромсаем ему базу. А он и не выходит. Ай, испугался, родной. Правильно сделал. Ну что же, я могу нас поздрать, ребята. Мы, во-первых, с вами открываем сундук роботов. Из которого выпадает... Ну, в принципе, неплохо, да. 15 карточек на бомбера и на хилбота 8 карточек. Так же, как на базу 8. И забираем... Не понял. Погоди-ка, ребята, накладочка где-то у нас. А что... Мы с вами вот этот вот уровень не прошли, оказывается, да? Хищнец тут у нас. Блин, хищнец. Собственно, ребята, персоны. Как мы его будем с вами контрить? Кто-нибудь скажет мне какие-нибудь мысли? Этим, что ли, отрядом? Давай попробуем. Слушай-ка, я что-то... Что-то и запамятовал, кстати, ребята. Это непорядок. Это действительно непорядок. Давай, выпускай своего хищница. Я же знаю, что он у тебя, наверное, первым побежит или нет. Оу, нет, 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 только нет. Ох, сейчас бомбанет, ребята. Ох, бомбанет. Так. Разобрали. Да, ребята, разобрали. У меня ничего здесь не вышло, к сожалению. Ах ты говнюк, а. Все, ребята, виноват бородавочник. Вот так вот я вам могу сказать. Ладно, у меня еще есть одна попытка. Я, естественно, ее буду использовать, ребят. Или же все-таки взять отряд с друидкой. Давай, наверное, возьмем отряд с друидкой. Потому что, ну, вы сами видите, что тут получается фигня какая-то полнейшая. Опять, да? Опять, ребята, бежит хищнец чертов. Ну, мой уронин сильнее, как вы смотрели, да? Мой уронин сильнее, парень. Так, погнали через ульту. А вот, ребята, и сам страж уже вышел. Ой, страж, е-мое, о чем я говорю? Конечно же, конечно же, служитель. Сам, ребята, служитель вышел. Так, заморозку. И погнали. А что я тут парюсь, ребят? Мы все равно же... Все равно же с вами сфейлились. По большому-то счету, да? Да, мы сфейлились. Так, ульта пошла. Минусанули мы с вами, смотрители. А почему у нас так... А, я думаю, что за ускорение я поставил? Я же немножко увеличил скорость игры. Ха-ха. Так, ладно, поехали. Пока мы их, ребята, продавливаем. Но это все равно ничего не говорит. Это ничего не решает. Так, заморозка. Хоп. И базу мы разнесли. Но, опять же, придется перегреть, потому что победа была нечестная. Или что? Что-то я ничего не понял. Или у нас по времени... А, мы с вами по времени сфейлились, ребята. По времени, да? В тот раз. А сейчас я все успел. Поэтому здоровье нам плевать было на это все. Вот что я вам хочу сказать. Е-мое, я совсем, ребята, запаниковал. Господи ты, боже мой. Ну что же. Подожди-ка. У нас 14 карточек на жрицу. А, по-моему, я жрицу могу пропать, если я не ошибаюсь. Я могу, конечно, и заблуждаться. Да, ребята, я ошибся. Но я почему-то думал, что жрицу... Ну-ка, где она у меня? А, нет, ребят, еще много на нее нужно. Практически соточку карточек нужно на нее найти, чтобы пропать дальше. Ну что же, мы с вами, ребята, выбираем вот этот вот, наверное, отряд. Или взять друидку. Давай вот этот вот отряд. И смотрим, ребята, что у нас тут. Территория... Подожди-ка. Нефритовая долина, да? Подданные потом. Потом роботы. Потом захватчики. И опять нефрит. Два нефритыша, ребята, у нас здесь. Нефритовые войны. И... Ой, нет. Ну почему? Ну почему вот так вот? Почему сразу с Ронина-то начинается, а? Блин. Ребят, я не знаю. Я в панике сразу же, потому что Ронин. На короткой дистанции сразу же выпадает Ронин. Как мне тут с ним совладать? Е-мое, он стоит всего лишь 175 манны, ребята. Всего лишь 175 манны. Мой Ронин здесь не справится. Так. Ну, естественно. Ха. А я даже не сомневался, что так и будет. Понимаете? Я даже не сомневался, что он выбежит сразу же. Псих-то этот недоразвитый. Ладно, давай его накажем так же в ответку ему. Ну? Я офигею. Ребят, я вот сейчас просто прифигел маленечко. Серьезно говорю. Иди ты отсюда, всадничек. Бумс, просто с удара. Представляешь, он мага-рыцаря сносит с удара. Это офигеть просто можно. Ха-ха-ха. Да, расклад, конечно, мне этот вообще нравится. Тут будет очень, ребята, сложно нам играть. Вот серьезно вам говорю. При такой комбинации. Это как и раньше, да? Тигр там и так далее и тому подобное. А он будет. Если здесь две расы нефритки, то нас ожидает еще сам тигр противный. Так, ну что, тут энергии нету. Единственное, что я могу попробовать, это вот с друидкой поиграть. Потому что есть небольшой шанс, что она поставит тотемы на отхил. И базу нашу все-таки как-то захиляют. Но, опять же, не вариант. Опять же, не вариант. Не факт, что так будет происходить все. Ты смотри, а здесь он вышел спокойно, а? Ты смотри, ребят. Оу. Вау. Слушай, мне наш щитобот еще больше стал нравиться. За счет того, что он тут вытворяет. Так, подожди. Давай вот так попробуем. Эй, так. Давай через ульту. Нормуль. Так, ребят, мы что с вами здесь слишком долго заигрались. Нам, по-моему, надо вызывать друидку. Желательно быстрее. Давай попробуем через нее, ребят, сыграть. Ну? Мне нужна друидка. Твою же налево. Не дает, ребят, мне возможность ее призвать. Так, минус, да? Ну, бомбониты, господи. Вот, отлично. Так, все. Ребят, я призвал друидку. Давай, поехали. Будем здесь разносить все. Кедринфене. Давай этого всадника на журавле сюда подтянем. Ага. Хай, вот тебе и хай. Олух, отдохни, отдуплись. Помучайся в смертельных агониях. Да, ребята. Мы его подбили. Так, всадник на журавле, помогай нам бомбить. Свою же базу. Ха-ха-ха. Отлично. Так, ну что, ребята. Теперь мы переходим, естественно, на второй этап. Ёлки-ты-палки. Терракотовый воин. Блин. Ну почему? Ну почему? Терракотовый воин. Плюс Ронин. Твою же налево. Естественно, Ронин сейчас будет выбегать. Психопат этот чертов. Так, ну что. Будем, наверное, щитобота вызывать. Да, сюда. Щитобота и... Никого не вызывает. Ты посмотри. Посмотри, как он хитро ведет свою тактическую бойню вот эту вот, а? Ты заметил? Я вот, ребят, заметил лично, что он тут вытворяет. Так, минусанули Ронина. И вот, вот, вот. Явился, блин, не запылился, ребят, терракотовый воин. Я, естественно, попробую сейчас призвать нашу друидку. Ну. Так, вышла друидка, короче. Теперь давай щитобота вызывать. Подтянем всех этих холоков сюда. Поближе, как говорится. Отлично. Так, тоже вызвал усадника на журавле. Ну. Что, 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 что не так? Сразу занервничал, сразу в камень начал превращаться. Испугался, так и скажи, что я боюсь. Все, ребята. Не, ну все-таки друидка рулит. Рулит, что не говори, ребят. Это, по-моему, самый имбовый босс. Даже, наверное, круче ведьмы будет, мне кажется. Хотя ведьма тоже хороша. Она дамажит, будь здоров. Так, ну что же, ребята. Мы с вами продвигаемся далее. И у нас... Вот. Вот. Тигр уже оказывается здесь. А потом, я так понимаю, здесь будет тигр, ронин, нефрит. Тракотовый воин, да? Тракотовый, точнее, воин. И еще кого-нибудь сюда. В бомбашат нам. Вдовесочек. Ладно. Тут, конечно... Тут, конечно, очень все страшно. Тигр сам по себе такой воин. Бомбический, да? Он как и этот. Так, ронин вышел нормально, ребята. Без истерик. Это уже радует меня. Сейчас мы его попробуем наказать. Так, сколько нужно я по нему? Два удара надо сделать. Ага, отлично. Опа-на. А вот это уже не честно, гаденыш. Нормуль. Пробили мы его все равно, ребята. Сейчас, давай еще в истерику вызовем. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Какая тут, ребята, истерика. Тут уже... Ты что? Нет-нет-нет-нет-нет, не вздумай! Блин, тигр, да ты достал уже. Ну, серьезно говорю. Давай, ребята, вызывай друидку. Ронин там психопат этот. Но он выходит нормально. Пока без истерик. В любом случае, мне нужно, ребята, прикрывать своих бойцов. Так, за хил стоит. Отлично. Отличненько. Так, тигр там на кипише. Вот сейчас вот, если он сейчас выпустит свою душу, тут половина отряда у меня поляжет просто-напросто. Ведь так будет это все делать? Смотри. Нет, он упал смиренно. Знаете, как будто ручной. Так, ладно. Есть небольшой у нас, ребята, с вами шанс тут выиграть. Без истерик. Поехали. Все, разнос, разнос басы. Обожаю, когда она вот этот тотем ставит рядом с базой. Красненький тотем, который наносит урон. Это просто великолепно, ребят. Хух. Ну что же. Еще. Ой, ребята, у нас кончилась энергия. Подожди. На одном отряде должна быть, я знаю. Вот, здесь еще три. Но здесь очень сложно. Посмотрите. Тут у нас... Вуджен. Который будет свои эти... Тю-тю. Запускает у нас дракончиков своих. Ну, выбора нету все равно. Жаль, конечно, что баллиста здесь у нас не особо хорошо рулит. Вот в этой ситуации. Единственное, здесь можно было бы попробовать сыграть через прыгуна, который может перепрыгивать противников и давать жару с пылу. Да? С пылу с жару выносить мозг. Так, я чувствую, сейчас будет Ронин. Нет. Здесь у него не Ронин. Так, что тогда нам здесь сделать надо? Грифона вызвать? Кстати, как вариант, ребята. Нет, давай лучше баллисту, наверное. Черт, он еще вот это вот сдувание его, ребят. Конечно, это бес... Оу, 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 оу. Тихо. Тогда Грифона придется вызывать. Ребят, придется тогда через Грифона нам играть. Ага, через Грифона, блин. Ну, всадника на журавле, подбей мне, пожалуйста. Е. Так, забираем карточку. И пошел у нас, ребята, здесь Жнец. Ага, накрыли медным тазом. Так, гибель Империи. Квест завершен. Это, конечно, все хорошо, что... Ой, нет. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. И вот это, да, вот это, ребята, Ронин всыпал, как говорится, моему Жнецу только что. Такую люлю, что он, бедный, рассыпался. Он рассыпался, причем моментально, блин. Ну, что за дела-то, простите. Как же меня вот этот Таракоша бесит, а? Ребят, серьезно говорю, он меня раздражает. Просто убивает меня этот Ронин. Не Ронин, а вот Вуджен и Таракоша вот этот вот. Таракотовый, блин, воин. Ну, и что? Стоит сзади, он из-под тяжка, и бомбит. Ты представляешь? Тут точно без прыгуна нам не обойтись. Вот просто вот чувствую, что не обойтись нам без прыгуна здесь. Так, давай попробуем вот так вот сделать. Зачем я вызываю баллист, если он у меня просто элементарно даже не сможет дойти? Да и времени уже мало, ребят. И времени уже у нас мало. Хотя, подожди. Нет, нет, не успеем, наверное, мы с вами. Надо же вот было вот фаербол пустить, когда он в каменного голема превратился. Ну, накажи, пожалуйста. Накажите, пожалуйста, замок, а? Ну, серьезно вам говорю. 17, ребята, секунд. Отлично. По-моему, есть шанс. Фух. Господи. Как же это сложно, а? И у нас, ребят, последний этап. И здесь, и здесь, смотри. Нас собирали здесь. Еще вот вместо вот встанника на жероле поставить сюда терракотового воина. И все, это была бы имба из имбы. Просто я не смог бы их пробить. Я даже не знаю, смогу ли я вот здесь вот пробить. Вот серьезно вам говорю. У меня хоть две энергии здесь есть, но... Как тут будет с вами справляться, я не знаю я. Сейчас стоит ему только Ронина псих этого вызвать. И все, и он по базе моей нанесет урон. И мы, наверное, сфейлимся, да? Я напряжен, ребята. Я очень напряжен. И был не зря напряжен, ребята. Как? Что? Что? Получится? Нет, ребят? Ну, ладно, предположим, здесь мы с вами, наверное, да, отбились с горем пополам. Блин, я хочу, ребята, себе Ронина прокачанного полностью. Серьезно вам говорю. Ну, имба ведь, согласитесь. Ну, просто имба. Смотри, что он вытворяет, да? Ты видишь, что он делает? Так, ладно, давай жнеца вызовем. Жнец пошел, сейчас накажем. Хоп. Так, теперь давай вот сюда, вот фаербольчик, заморозку. Так, пока хорошо, ребята, идет все. Пока идет все хорошо. Вуджен. И, блин, естественно, ребята, бог ветра. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо, не надо жнеца. Только не трогайте жнеца мне. А ведь тронут ведь. Ведь тронут, зараза, а? Уже тронули. Уже тронули и убили. Ну и что? И как? Фаерболт, что ли? Ну, как вариант, ребят, как вариант. Воу, мой грифон сдулся. А где все мои... Я не понял. А куда... Куда, интересно, они подевали моих... Моих этих... Я же вызывал не одну кучу баллист. Где они все? Кто мне скажет? Куда их всех... Извините меня. Воу. Давай вот так попробую, ребят. Хоть немножко застанет. Хоть немножечко. Хоть на доли секунды. Да господи, да что там не так? Что? Ну? Е. Гаденыш. Получил все-таки свое. Так, давай, поехали, ребят. 37 секунд. Нет, не вариант. Не вариантик, к сожалению. На. Так, смотрим, ребят, что дальше. Это, ребята, Вуджен, оказывается, отталкивает наших бойцов как можно дальше от себя. Вот что я могу сказать. 21 секунда. Опять же, не вариант, ребята. Не получится у нас с вами не шиша. Так, давай я фаербол сейчас запущу. Вот таким вот образом. 10 секунд. Ребята, это должно быть что-то случиться, чтобы мы с вами за 6 секунд разбомбили базу. Только ускорение мне бы здесь помогло. Или... Или помогло... Есть! У-ху! Ха-ха-ха. Ребят, ну это круто. На последней секунде я ему разнес замок. Ядри не фени. Ё-просе ты. Ну что? М-м-м... Ничего хорошего нам здесь не выпало, к сожалению, ребят. И мы с вами переходим в долину подданных. Где нас встречает сразу же черный рыцарь. И собственный персоной фехтовальщик. И у нас, кстати, здесь одна энергия всего лишь. Поехали, ребят. Фехтовальщик, да, значит. Он, блин... Он дамажит здесь не хило. А еще плюс черный рыцарь, который может нас просто в стан загонять элементарно. Ну, тут надо постараться, ребята. Тут надо постараться еще выиграть. Так, я попробую... Ё-моё, я попробую, ребят. Не знаю, что получится у нас. У нас все равно другого выбора нету. О, ты посмотри, как он критует. Ребят, посмотри, как он критует. Твою же налево-то. Баллиста, ну, срочно. Получится. Фаерболл. Вау. Только это нас и спасло с вами. Хорошо. Дай монетку. Забирает еще. Хапает. Как говорится, не свое, да? Ха-ха-ха. Отлично, ребята. Так, ну, у черного рыцаря мне нравится то, что у него не такой уж большой дамаг. Вот за счет этого мы можем с вами выкручиваться. Фух. Так, ладно, двигаемся далее. Давай еще одну баллисту призовем себе на помощь. И уже, как говорится, будет полный разлет полетов. Ну. Так, фаерболл в довесочек. Вот так, козырно. Так, вызываем джиггернаута, который идет у нас спокойненько, не спеша, на своих колесиках передвигается заморозка. И грифончик. Все, ребята. Изи катка. Вот это изи катка. Немножко пожаловался вначале, но выровнял ситуацию, и все у нас чики-пуки. Так, ну что, ребята, я так понимаю... Е! Е! Откатик, откатик произошел, поэтому еще один этапчик мы с вами проходим в обязательном, ребята, порядке. Поехали. Так, ну что, кто там у него? Фехтоварчик? Фехтоварчик, конечно же, самым первым выходит, поэтому, ребята, ему придется встретиться с моим магом-воином. Так, и сюда я, наверное, еще в довесочек, с вашего позволения, призову чумную летучую мышечку, да? Именно ее. Хоп. Так, подожди, что тут происходит? Так, копейщик, ну куда ты лезешь-то, а? Звали тебе сюда? Нет, не звали, так что отдыхай, расслабляйся. Ульта, ребят, пошла. Хована, хована. Деньги отдай сюда. Классно, ребят, классно. Вот обожаю, когда вот так вот все проходится, когда мы уже возле замка, и просто не даем ему шансы как-то раздухариться. И последний плевочек. Да. Все. Разбомбили. Грешного нашего. Так, а еще откатилась у нас где-нибудь энергия? Давайте посмотрим, ребят. Нет, к сожалению, больше нету нигде. Жаль, печаль, грусть моя. Ну что же, давайте тогда, знаете что, заберем, наверное, все наши реварды по квестам, которые мы с вами накопили. А там, по-моему, лорд пустоты, еще что-то было, да? А, гибель империи. Да, гибель империи, ребята, забрали. Так, здесь у нас ничего нету, понятное дело. Замок. Улучшаем. Жнеца улучшаем. И, по-моему, все, да, ребят? Больше нам некого улучшать. Хотя нет, всадник у нас журавлей еще есть. Вот, а, ребята, насчет отряда. Давайте посмотрим. Вот, смотрите. Практически, практически, ребята, сформированный отряд. Имбовый. Единственная проблема в базе. База, ну, вообще не алло. Просто не алло. А что она делает? Огненный стук. Огненный шар также отбрасывает врага. А, ну это, типа, у нас была такой базы. Хм. В общем, я как-то вот склоняюсь к этому вот, ребята, отряду. В принципе, он неплохой. В принципе, ребят. Единственное, что нету, конечно, хороших юнитов против воздушных целей. Ну, ниндзя, как бы, она здесь не в счет. И босса. Босса, конечно, можно сюда влепить. Например. Вот мы уберем его, да? И поставить можно... Где у нас дедка Латун-то? Вот. Деда Калатуна можно сюда поставить. Но почему я сейчас в данный момент, ребята, им не играю? Потому что я докачиваю своих этих персонажей. Вот. То есть мы их ставим на тренировку, да? И он у меня прокачивается. Хотя, нужно ли нам это? Давай тогда уберем и поставим деда. Вот. А насчет базы. Ну, какую базу тут, например, можно было бы взять еще? У меня 11 уровня, да? Они все непрокаченные. Ребята, абсолютно все непрокаченные базы. Так что... Я даже не знаю, какую лучше ставить. Может быть, даже... Может быть, даже и вот эту вот. Но я почему-то ее не могу. А почему я не могу ее поставить? А, все, понял. Она, ребята, в другом отряде где-то прапывается у меня, получается. Так. Или же... А что вот эта вот база делает, интересно? Эй, как почитать про нее инфу? А, ну, можно вот так вот сюда взять. Выйти и вот здесь вот уже почитать. Исцеляющая способность. Так, исцеляет единицы вблизи башни. Ага, вот так вот. В общем, ребята, вы мне напишите в комментах, как вы думаете, какая башня лучше была бы для нас в четвертом отряде. И будем ее апать. И будем, конечно же, потом уже играть вот этим отрядом. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok